Энергетики пирамиды Привет. С вами Корней. Сегодня я хочу поставить ещё один эксперимент, посвящённый изучению энергетики пирамид. Предыдущий эксперимент был посвящён тому, чтобы проверить, как пирамида влияет на сохранность продуктов. Результаты получились противоречивыми, но интересными. Это та самая пирамидка. Я храню её в книге. Это очень удобно. Пирамидка раскладывается, каким образом это всё сделано и устроено. Может вы сами захотите сделать такую же. Всё это я рассказываю в предыдущем видео. Ссылку к этому вы можете найти в описании. Чтобы проверить, каким образом пирамида влияет на развитие жизни, я использую самый обычный овёс. Я посею овёс в двух контейнерах. Делаю всё абсолютно одинаково. Помещаю оба контейнера в вату. И насыпаю одинаковое количество семян. И заливаю это одинаковым количеством воды. То есть, условия, в которых будут находиться семена, окажутся абсолютно идентичными. И второй контейнер. По 30 кубиков воды, если кому-то интересно. Это, конечно, условная цифра. Итак, закрываем контейнеры. Один контейнер у нас будет сам по себе. А другой я помещаю в пирамидку. Чтобы условия, в которых находятся семена, были абсолютно одинаковыми. Я и контейнер, и пирамидку с контейнером в нём помещу в тёмное место. Таким образом, чтобы даже влияние света было одинаковым. Таким образом, условия, в которых будут находиться одни семена и другие, окажутся абсолютно идентичными. Через несколько дней, я надеюсь, мы увидим какие-то результаты. Итак, с начала эксперимента прошло 3 дня. Я уже знаю результаты. Сейчас я вам их тоже покажу. Но вначале я хочу обратить внимание на один момент. Я всё время забываю об этом упомянуть. Что пирамида должна быть ориентирована гранями по сторонам света. То есть, на север, юг, восток и запад. Гранями у пирамиды называются вот эти её плоские части. Углы называются у пирамиды ребрами. Речь идёт не о них, а именно о гранях. То есть, плоскими частями пирамида должна быть ориентирована по сторонам света. То есть, либо так, либо так. Это не играет значение. Считается, что именно в этом случае свойства пирамиды проявляются. Итак, перейдём к результатам. Этот образец находился в контейнере, в кладовке, в тёмном месте, вне пирамиды. То есть, он был просто так. Овёс пророс. Вообще, я хотел ориентироваться по этому образцу. Я думал, как только ростки появятся, самые первые, я сразу же сниму видео. Но я этот момент упустил. Мне кажется, что эти ростки появились, скорее всего, уже вчера. Но они были вот такие светлые и небольшие, что я их не разглядел, не обратил на них внимания. Но как бы там ни было, у всех образцов всё равно срок трёхдневный. И сравнивать можно. Итак, вот это вне пирамиды. И теперь мы посмотрим, что же у нас в пирамиде. Как вы видите, здесь ростков намного больше. И они все достаточно длинные. Здесь же ростков мало, и только один из них длинный. Остальные короткие. То есть, эффект влияния пирамиды достаточно явен. И кроме того, есть ещё один образец. Я его сделал, когда я уже снял первую часть видео. Просто весь остальной овёс я также замочил на влажной вате. И поставил на подоконник. Вот он. Здесь, как вы видите, тоже ростков немного. Они небольшие. Но они ярко окрашены. То есть, это, очевидно, связано с тем, что на них попадал свет. И растение уже стало адаптироваться к тому, чтобы использовать свет. И адаптироваться к фотосинтезу. В принципе, эти два образца по схожести сравнимы. То есть, приблизительно одинаковая длина в среднем. Приблизительно одинаковая схожесть. Ну, как более-менее. А вот этот образец, конечно же, отличается разительно. То есть, нет никаких сомнений в том, что какой-то эффект пирамида оказывает. Она действительно сильнейшим образом стимулирует рост растений. С чем этот эффект связан, я затрудняюсь сказать. Скорее всего, это просто лежит за пределами понимания современной науки. Но эффект этот, несомненно, есть. Результат налицо. Я даже задумываюсь о том, не построить ли в виде пирамидки теплицу. Для начала, может быть, хотя бы небольшую. Мне кажется, что урожай в ней будет значительно лучше. Ну и конечно же, я обязательно придумаю какие-то новые эксперименты с пирамидой. Будем продолжать изучать её свойства. Ну, или может быть, вы подскажите мне какие-нибудь идеи. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.